Мы очень долго ждали, мы знаем из истории нашей страны, что Севастополь, Керчь, Феодосия, Ялта это города, которые овейны нашей российской славой, русской славой. Не важно какой национальности, живут на полуострове люди, а важно, что они бережно хранят ту историю. Играя из чудной жизни, ты полна. Жизнь сейчас на полуострове Крым стала совсем другой, замечательной. И когда мы смотрим репортаж, то действительно мы радуемся тому, что идет информация Федерации Крым, да, какие события происходят, и Севастополь. Ну, естественно, и вы наверняка тоже смотрели. Дайдам, скажи, что больше всего произвело для почтения? Больше всего меня поразила эта радость на лице людей, которые наконец-таки дождались, то, что видно было, что они долго ждали этого момента. А кто не владел так сильным украинским языком, квалифицированным, то тогда вынуждены были уезжать в Россию сдавать или оставаться без аттестата. Вот Аля в будущем собирается стать педагогом, так что для нее эта тема очень интересная. Потому что сейчас все перестраивается в республике Крым и Севастополь. Ну, 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 познакомимся с будущим учителем, который, возможно, там будет детям преподавать ту же самую русскую словесность. Да, очень даже. Ну, а когда я вырасту, не знаю, возможно, я действительно поеду работать в Крым? Единое вот что-то, единство. Вот мы увидели как раз, когда происходили это событие, что пока мы едины, мы не победили. Правильно так говорится. А поднимите руки, пожалуйста, кто в Крыму бывал на отдыхе? А вот как раз эти летом едят аниматик. А вот кто? Покажите. А? Или кто бывал уже? Ну, впечатления от тех, кто уже ездил на отдых. Кто-нибудь есть такой? Есть, есть. Кто ездил, кто не стесняется сказать. Я знаю о Крыме то, что он велик в своей истории. Он много пережил. Были кровопролитные войны, битвы. Уже без вашего комфорта все это говорите. То у нас аттестация, когда была, всех поразила, что вы в 8-м классе так очень любите участие, и в общем ее хорошо представили. И сейчас то же самое. Домашнего задания не будет. Все. Насчетчается завтра литература, а русский язык в неделю. Там уже надежда сих пор. Тесты посчитали. А вот битва под Севастополем, да, это единственное место, где было полностью разрушено все. И там просто ходили люди, а вообще не было домов. Да нет, конечно, да, это вообще правильно Вадя сказал, что наконец-то все это вернулось к нам и стало нашим. Да, и я не сказал, действительно. То есть самоотверждение. И та загадочка, которую мы в детстве загадывали друг другу, какой город Советского Союза состоит из 100 девочек из одного мальчика. Сева Стополь. Сева. Вернулась к нам опять, можете ли вы посчитать, пусть погадают. Что за город, да, состоит из одного мальчика Сева, 100, Оли, Оли, Полины. Мы так всегда так загадывали, мы с города играли, не просто такую другую не забывали, а именно вот такие придуманные разные придумки. Так что очень радостно, особенно для наших городов. Ну, каждый вечер смотрели новости, когда узнали про референдум, ждали его, потом радовались, что присоединился. Ну, здесь немного посложнее было. Сначала было вообще тяжело. Сидел, учил уроки, ну, потом привык. Все, пошли. Все, пошли. Все, пошли. Продолжение следует... Продолжение следует...